Друзья, есть проблема, и нам надо сейчас спокойненько поговорить, потому что у нас у всех пожар, нам всем больно, мы все злые. Я бы не записывал на второй канал в судорогах, типа видосик на телефон, находясь в гостинице, потому что я увез маму снова на три дня выгулить в Европу, показать ей еще один город. Но надо срочно записать ролик, и нам нужна ваша поддержка, потому что надо что-то делать. Дело в Детройте. Я думаю, что большинство из вас уже видел этот ролик, и есть проблема. Да, мы с ним готовились очень долго, да, мы очень сильно старались, но это все пофиг, потому что реакция ваша просто великолепная. Показатели по соотношению лайков к просмотрам, комментариев к просмотрам, самое высшее на канале, у нас никогда не было такой реакции. Ролик смотрят очень глубоко, все восхищаются, в соцсетях реплай, и так далее. И действительно, да, ролик мы сделали, мы прям постарались, и вам очень зашло. Но проблема в том, что не зашло это Ютубу. И по какой-то причине, естественно, нам никто ничего не объяснял, естественно, мы ничего не знаем, но Ютуб не показывает этот ролик. Он просто сначала, он отрезал нам часть монетизации, и дело тут не в том, что там в деньгах, монетизация с ролика смешнющая. Он нам в производстве стоил порядка 120 тысяч рублей, если пересчитать на деньги. И это копейки, это копейки для материала такого формата, такого объема, качества и так далее. Монетизация с ролика будет типа долларов 200, 300, вот. И Ютуб нам ее отрезал с мотивацией, что этот ролик не подходит большинству рекламодателей. И проблема тут не в том, что мы недополучим там какие-то 100 долларов, а тема в том, что Ютуб ролики с отрезанной монетизацией не продвигает в поиске. Потом он нам отрезает тренды. Нас не было в тренде с этим роликом, вообще никак. Ну, то есть, не появлялось. И сейчас он просто убрал ранжирование полностью. Он показывает Детройт в два, сейчас может быть уже в три раза меньше суммарно, чем Фольксваген. И, естественно, он имеет меньшее количество просмотров. И, естественно, вы бы видели лица парней, которые очень сильно грустят по этому поводу. И ситуация грустная, потому что мы тут же написали в поддержку Ютуба, что мол, Йоу, что с роликом не так? Ну, это же исторический ролик, что мы там происходим? Это же, ну, вы же видели его, типа, что там такого? Ну, да, там есть фотка Кукукс-клана, господи. Но это же исторический ролик, и это правилами сообщества не запрещается. Но мы запросили рассмотрение повторного вопроса, что, может быть, ну, типа, верните в обычные условия этот ролик, чтобы он нормально добирал, чтобы он нормально показывал людям и так далее. Но сегодня пришло письмо от Ютуба, что мы все проверили, все правильно, типа, мы ролик показывать не будем. И, ладно бы, они бы сказали, что, пацаны, вот это вот вырезать, мы такие, что вырезать, что поменять, что сделать, давайте, ну, окей, хрен с ним. Если там вопрос с Кукукс-кланом, вырежем Кукукс-клан, это можно сделать. На опубликованном ролике уже, который залить на площадку, можно вырезать кусок, и все. Сказали бы нам это хотя бы, мы, ладно, хрен с ним, вырежем кусок, потеряем немного смысла из ролика, но просто донесем материал до людей. Но, естественно, такого никакой инструкции не приносит. Они просто пишут, что, типа, пацан, мы все посмотрели, мы все сделали правильно, иди в задницу. И мы не знаем, что делать, потому что очень сильно хочется, чтобы этот материал нашел зрителя. Бог с ним, что мы на него убили кучу времени. Бог с ним, что парни в продакшене несколько недель с 9 утра до 10 вечера не вылезали из студии, и потом ехали, хоть как-то коз криво отсыпались, возвращались обратно, и в таком режиме прошло больше, чем полмесяца у парней. Я просто возил им еду и следил, чтобы они не померли там. Ну, после того, как уже вся моя часть сделана, когда уже сценарий, съемка, уже все произно, уже идет монтаж и так далее. У нас исторических материалов под этот ролик было подобрано 23 часа тайминга. Вот материалы, из которых мы выбирали, чтобы вам это все конструктивно, нормально показать, 23 часа. Просто на таймлайне исторических материалов. Мы положили все, что могли в этот ролик из своих усилий. И очень обидно, что он в итоге не доходит до своего зрителя, с учетом того, что он реально крут. Мы, во-первых, в этом уверены сами, во-вторых, ваша реакция просто безумная. Средний просмотр ролика 40 минут, средняя глубина просмотра ролика 40 минут при обычном нашем показателе в 11 минут. Это просто офигеть. Типа, это точно самое интересное и самое крутое, что мы делали за 5 лет на площадке. И эта площадка решает нас не показывать. Поэтому у меня к вам просьба. Наверное, я не помню, просил ли я у вас что-то за 5 лет, сколько я занимаюсь каналом. Но даже если и просил, то, наверное, что-то несущественное, потому что я не сильно об этом помню. Но вот я сейчас реально прошу вас всех, кто видел Детройт, закиньте его куда-нибудь. В ВКшку. У нас есть в ВК мой пост. Репостните его. Или лучше на самом деле кидайте ссылку, потому что тогда ВК будет лучше ранжировать. Закиньте в инсту, скиньте друзьям в ватсап. Покажите бабушке. Не знаю, кому угодно. Давайте сделаем хоть что-нибудь. Хоть как-нибудь еще раз покажем Ютубу. Что этот ролик интересен людям. Что вопреки тому, что он его убрал из поиска, убрал отовсюду. Притом он 18+, повесил бы он 18+, было бы понятно все. Но он не повесил ограничения по возрасту, он просто подвинул нас из поиска. Почему не понятно? Мы не знаем. И это самое, наверное, тупое ощущение, когда... С такими ощущениями очень сложно писать сценарий на следующую серию. Это я сейчас типа не шантажил. Мы сделаем серию про Японию. Мы будем делать... И мы сделаем все возможное, чтобы она вышла до Нового года. Ну, типа, как новогодний подарок. Просто очень стремно еще раз проделывать точно такую же титаническую работу. Только быстрее в полтора раза, чтобы успеть до Нового года. А в итоге потом снова получить такое же дерьмо от площадки. Поэтому, типа, я просто не знаю, что делать. И парни не знаю, что делать. Парни уже его похоронили. А я хочу еще бороться за этот материал, потому что... Ну... Он действительно крутой. Поэтому давайте сделаем все возможное, что от нас вообще всех зависит. От меня уже, наверное, все возможное сделано. Последнее, к чему я вот решил прибегнуть, это попросить у вас прям четко что-нибудь куда-нибудь закинуть ролик. Заставить еще кого-нибудь, чтобы кто-нибудь посмотрел его. Такие новости. Вот. Я пошел ковырять сценарий для Японии. И надеяться, что Детройт еще хоть кому-нибудь Ютуб покажет. Мы поменяли название. Мы подумали, что может быть из-за того, что там убийство, блин, в заголовке. Может быть поэтому. Точнее, кто-то в комментах написал. Мы такие, возможно, возможно. Но Ютуб никак не реагирует. Мы еще раз им написали службу поддержки. И они уже такие, типа, пока, чувак. Нам насрать. А нам нет. Мы хотим, чтобы этот ролик был хоть где-нибудь у людей. Поэтому репостите, репостите. Очень большая моя просьба личная к вам. И спасибо, что посмотрели этот ролик. Этот ролик репостить ничего не нужно. Я думаю, что он сам по себе тут соберет какое-то количество просмотров. И спасибо. Пока.